Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы будем с вами говорить по поводу самых быстрых кораблей, ну это некий топ наибыстрейших кораблей в данной игре, друзья. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, поехали. А, ну да, еще мы будем идти, получается, не от меньшего корабля к большему, а наоборот, мы идем от большего к меньшему, ну я думаю, это понятно. И первым кораблем из больших у нас идет Орка, да, у нее есть конкурент, о нем попозже, так вот, большой лайнер показывает великолепные характеристики, друзья, по скорости. Касательно скорости, смотрите, я сейчас перейду на Криолис и все вам подробненько покажу, как я этого добился. Вот наша Орка в сухих цифрах, 642 метра в секунду и 507 метров в секунду, естественно, мы все убираем и только таким образом сможем этого достичь. Плюс, в плане улучшений, силовую ставим, минимальную, которую только возможно и желательно А-класса, после чего делаем хоть одну какую-либо гаечку на low-mission, кстати, тоже можно, и эксперименталочку на снижение веса. Дальше, в плане маневровых двигателей, тут такая тема, dirty grade 5, ну и drag drivers, естественно. Я пробовал по-разному, это идеальное сочетание. Дальше, рамочно-смесительный, самый маленький, который только можно поставить, D-класс на меньший вес. Сейчас ставим одну гаечку, которая не увеличивает нам саму массу и, естественно, масс-менеджер. Точнее, не он, а вот опять на снижение массы. Но особо ничего тут не поменялось. Дальше, система жизнеобеспечения минимально возможная, естественно, lightweight grade 5 на облегчение веса. Распредель питания точно так же минимально возможный. Тут, допустим, 3А у нас, он весит там 5 тонн, этот весит у нас 4 тонны. Ну, понятно, естественно, накидываем гаечку, какую хотите, и на снижение веса эксперименталочку. Сенсоры, естественно, тоже на облегчение. И вот таким образом собирается самый быстрый корабль. Следующий корабль в этом топе, это имперский клипер-корабль. На самом деле, ну не совсем бесполезный, большая скорость, и, как вот вышло в недавно видео, он оказывается, может быть, хорошим хилом. Но на больше этого парня не хватит. Но довольно симпатичный, и кабина неплохая. Перейдем к характеристикам. Они практически, ну вы увидите. Они абсолютно идентичны с оркой. Те же самые 507 и те же самые 642. Я не знаю, что это за магия вообще такая происходит, но улучшения все точно такие же. Так что, ну, что-то странное, что-то непонятное. А мы идем дальше. Из средних кораблей у нас выделяется мой любимец Мамбо. Мамбо офигеннейший корабль. Очень красивый. Но, блин, конечно же, он проигрывает по характеристикам в плане управляемости Фердилансу. Но по скорости он его уделывает, друзья. Давайте-ка перейдем к характеристикам. И еще тот же самый Крайт, естественно, по характеристикам. По скорости будет хуже. Так что Мамбо в средних кораблях является фаворитом. А характеристики у нас следующие, друзья. Скорость 524, Форсаж 642. Да, те же самые 642, что и Орки, что и Клипер, какое-то магическое число. Но от него мы отойдем, когда перейдем к маленьким кораблям. Что касательно маленьких кораблей. Ребята, тут не все так просто. Нам нужны усиленные движки для этого дела. А на эту тему у меня есть видос касательно Двейлера. И касательно самих усиленных манеров двигателей, ребят. Тут сейчас влезет подсказочка. Посмотрите. А вот теперь уже переходим к мелким. И самый быстрый вообще корабль, который есть в этой игре, это Имперский Игл. Этот корабль показывает просто гигантскую скорость. Да, вы скажете то, что Вайпер еще есть, но Вайпер, он медленнее, ребята. Я скину вам один фит и другой в описании, чтобы вы могли убедиться. Ох, эта маленькая машинка может перегнать кого угодно. Это просто что-то с чем-то. Сейчас я вам покажу характеристики на Кориолисе. 922 метра в секунду. Естественно, тут точно такие же усиления, как я ставил всегда. На снижение массы, драг-драйвер, сдерти этот настройкой, ну и все такое прочее. В общем, вы поняли, Имперский Игл самый быстрый. И если у вас будет такая сдача, как с друзьями погоняться там в каньонах, на планетах и так далее, ребят, берите Имперского Орла. И все будет у вас в этом плане шикарно. А на этом у меня все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous. Там уже подходит к трем сотням. Естественно, видосов еще будет больше. Тут целая тетрадь у меня исписана на эту тему. И еще снимать очень и очень много, друзья. В описании также будут отдельные плейлисты. Я структурировал большую часть всего того, что я отснял. Например, если не ошибаюсь, 13 плейлистов. Там и обзоры кораблей, обзоры вооружений, обзоры истребителей, обзоры там, стражей, материалы, данные. Все, что только есть, там вы найдете. Также там еще и как фиты строить, топы кораблей. В общем, куча инфы полезной в описании вы найдете. Также есть видосы, которые еще не структурировал. Это из серии «Быстрая прокачка ранга империи или федерации». Там план развития вашего персонажа, что зачем следует. Сначала либо материалы, либо деньги вот в этом плане. Также там еще и лучшая сторона для новичка. И куча-куча всего еще интересного. Еще будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео в день их релиза, друзья. В основном это происходит, в частности, на Дискорде, с Телегой и с ВК. Там просто 60 видосов нужно выложить. Что-то как-то руки все никак не дойдут. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Продолжение следует...